добрый вечер друзья янара вышла в эфир с обещанной темой вам уже давно эту тему вещала честно говоря я ее откладываю откладываю и получаю в личку столько писем но уже откладывать некуда надо говорить на эту тему и поэтому подключайтесь но тема семейных отношениях и этот эфир недолгий коротенький эфир и я записываю о том о чем не принято говорить у нас церквах особо не принято говорить об интимных отношениях и не принято говорить так открыто тем более на на публику публично обычно если и говорят но где-то ну может быть так вот один на один говорят но это не всегда человек может пойти куда-то по ряду причин и не всегда люди даже сами понимают в чем проблема поэтому эта тема табу по какой-то причине по ряду причин и но на самом деле это очень важная тема потому что если вот брачные отношения взять отношения супругов мужа и жены вот в частности христиан то есть много сфер жизни и конечно все должно строиться как мы правильно говорим на духовной основе должно быть духовное единство взаимопонимание душевное единство там но на этот вопрос как-то мало внимают обращать мало обращают внимание считается что если духовно все нормально то это само собой решится как бы ищите прежде царства божьего ну и многие так поступают но она не всегда срабатывает по той простой причине что физиологии нужно вникать психологии нужно вникать и сегодняшняя тема это для тех кто пришел в церковь из мира то есть не тех кто вырос в церкви или тех может быть кто вырос церкви но какое-то время жил по принципам этого мира может быть был порно зависим и так далее поэтому эта тема вот именно для таковых если у вас в браке не возникает таких вопросов то что я сейчас буду освещать то вы просто пройдите мимо эта тема на самом деле по праву называется интимной потому что это действительно касается только двоих мужа и жены и это индивидуально у каждого и никто не может вторгнуться в эту область и советовать ну есть некоторые общие моменты что мы можем озвучить и консультируя других я пришла к выводу что где-то из 90 процентов всех конфликтов в браке обязательно где-то но если и 100 процентов там 90 процентов то приводит к тому что в этой области что-то хромает до в области интима что-то хромает и иногда сам интим становится проблемой приносит приводит к конфликтам иногда какие-то конфликты наоборот приводит семью там мужа или жену к тому что потом эту область охладевает здесь конечно хотелось бы сказать мужьям совет дать такой молодым мужьям не знаю но мы молодым и постарше будут слушать или нет это ваше дело но мое дело озвучить очень много мужей не знают что секс у женщины ну и у мужчины даже он не в не в не в пояс не ниже пояс а в голове и если вы хотите иметь хороший интим шиной не обижайте ее если она если и чувства задеты если она обижена если есть какие-то неразрешенные вопросы то никогда не будет гармонии в этом в этом аспекте да в интиме не будет гармонии потому что женщина она не сможет переключиться и настроиться на это она будет отнекиваться искать разные причины она не настроиться на этой кто будет страдать сам же в маши будет страдать для мужчины это очень важный момент Поэтому если у вас есть привычка повышать голос, обижать или на эмоциях, или как-то игнорировать ее просьбы, или, к примеру, ее язык помощи, она нуждается в помощи. Я знаю таких друзей, которые... Ну, мой муж тоже приходит, он может помогать завтра на кухне, хотя пришел с работы. Или там американцы у нас друзья, в 5 часов он уходит на работу, приезжает домой вечером, она готовит, он становится рядом и помогает ей, потому что она тоже устает за целый день с детьми, показывая, что я забочусь о тебе, я беспокоюсь. То есть, если вы хотите иметь хорошее интимное отношение, то стройте это ваше отношение именно на эмоциональном уровне. Но сегодня я хочу затронуть чуть-чуть другую тему. Дело в том, что некоторые женщины, которые обращаются, они озвучивают такой момент, что вот мой муж, он, ему нужно, вот когда во время интима ему нужно что-то, а я считаю, что это там неприемлемо, ну какая-то. И здесь вот такой момент, чем это усложняется. Ну, допустим, я консультировала одну, ну, допустим, одну приведу в пример. И она считает, что что-то для неё неприемлемо. И почему неприемлемо? Не потому, что она как бы соглашается с тем, что это неприемлемо, а потому, что ей, она говорит, меня так научили в церкви. А у меня папа пастырь, и его папа пастырь другой церкви. И дошло до того, что она ходила и там советовалась, и там советовалась. Ну, это ненормально, это не должно. Ну, пожилой человек, он никогда не сталкивался с такими вещами, с чем её муж сталкивался. Вы понимаете, дело в чём? Конечно, здесь такой совет, что есть такое понятие, как второе целомудрие. Когда человек приходит к Богу с таким большим багажом, что у него в прошлом, ну, может быть, были какие-то связи и какой-то опыт, он, может быть, смотрел что-то. И всё это откладывается в голове. Наш мозг, он как губка всё впитывает. И когда он приходит к Богу, это не смывается автоматически. Оно может оставаться в голове. И мало того, вырабатываются какие-то рефлексы. Но вот помните же Павлова, да, собаку? Свет включаешь, у неё желудок выделяет сок. И примерно то же самое. Есть такие свидетельства, что когда, к примеру, мужчина, когда был молодой, когда был подростком, он мастурбировал в ванной. И чтобы не было слышно, он включал воду. Но потом, когда он женился, он понял, что это влияет на его возбуждение. Ему нужен шум воды. У него выработался такой рефлекс. Когда человек приходит к Богу, например, с миру, он вёл такой образ жизни, какой угодно, и приходит к Богу, он покаялся, Господь всё это простил. Но бывает, что у него есть что-то, от чего ему не так просто отойти. И здесь нужна помощь специалиста, и нужно понимание жены. Допустим, мы в одной группе ставили эту тему, где подростки спросили, это грех оральный секс или нет. Но имелось в виду просто оральной ласки. Просто, ну, и мама затруднялась объяснить, грех это или нет. И вот мы эту тему поставили в группу, и были рассуждения, и были разные мнения. И были такие вопросы, были такие комментарии, что один брат написал, вы что, с ума сошли? То есть такие вещи христиане разве обсуждают? Ну, вот из-за такой реакции, потому что вот так реагируют, что вы что, с ума сошли? Люди молчат и боятся сказать об этом. Ну, вы поймите, например, вот я вам приведу простой пример. Когда человек приходит к Богу, у него разные люди приходят к Богу, да, скажем. Ну, взять наше постсоветское пространство, там, ну, узбеки, молдаване, украинцы, разные нации приходят. Но у каждого есть свои выработанные с детства привычки в плане еды. Кто-то любит фасоль, кто-то любит, там, мамалыгу, кто-то любит сало, кто-то любит мясо, кто-то… Но когда он приходит к Богу, он же не меняет свои вкусы, привычки. Может быть, конечно, он может, там, с каким-то перееданием бороться, но есть вещи, которые у него вот выработались уже в течение жизни. И что-то подобное происходит, когда человек приходит к Богу, и у него есть уже багаж. И, например, вот одна сестра в этих рассуждениях, она очень запросто включилась в комментариях и писала, что «да нет, всё нормально, в этом нет ничего такого». И потом она мне в личку писала, что «я так люблю своего мужа, я готова его съесть, я готова целовать где угодно, а что тут такого?» Другая сестра пишет, что «я… ну, всё тело свято, да, то есть Иисус искупил, у нас нет каких-то осквернённых участков тела, это тело мужа принадлежит жене, тело жены принадлежит мужу, и это двое решают. И если, допустим, они оба с мира пришли, и какие-то моменты для них – это норма, это они сами должны решать». Но в то же время эта пара должна понять, что есть те, кто, ну, допустим, пожилые пастыри, братья, которые никогда не видели каких-то фильмов, никогда не видели каких-то сцен, и для них норма, допустим, в интиме там, они говорят, кто-то называет это миссионерской позой, кто-то называет, меня молодые научили, говорят, это сэндвич-поза называется. Ну, их тоже можно понять. Для них, конечно, это будет шок, если такой вопрос задать. Они скажут, вы что, с ума сошли? Но в том-то и дело, вот эта тема, да, она для женщин, для жён, которые должны понимать, что муж, если он был в миру, и он не чистый лист, то здесь нужно молиться, во-первых, о втором целомудрии. Я знаю очень много таких свидетельств, когда Господь полностью стирает память, в памяти какие-то образы и какие-то картинки. Он полностью стирает и даёт супругам второе целомудрие, что муж и жена, они практически даже не помнят каких-то других ощущений, хотя их было очень много, возможно. Нужно об этом молиться, чтобы Господь очистил, и Он это делает. Но в то же время не нужно ставить какие-то такие рамки, когда вас учат, ну, нету основания этого, чтобы говорить, что что-то оскверняется или что-то нет. Это только вопрос двоих, да, вот. И поэтому вообще мало говорится на эту тему. С одной стороны, это и правильно, потому что это действительно вопрос двоих, и у всех разный опыт, и кто-то для кого-то что-то является ужасным, и для кого-то норма. И поэтому это каждый должен решать и искать пользы другого. Но есть просто очень много лжи в этой области, в интиме, потому что это большой подарок. На самом деле Бог дал интимные отношения с супругом как большой подарок, это большой бенефит. Что сплочает супругов? Очень много чего. Допустим, нам нравится с мужем куда-то вместе ездить, общаться, разговаривать, там, смеяться, шутить, как-то проводить время, вместе готовить, кушать. Вот это всё является клеем для брака. Ну, ещё очень сильно сближает брак, когда совместное служение, ну, духовные какие-то цели. А вот интимные отношения, если есть клей, а это и суперклей. То есть это очень сближает. Это такое, как крепкое объятие, которое ты обнимаешь самого близкого человека. И ты очень открыт. Ты, ну, как бы, ну, вообще нечего тебе скрывать от этого человека. И то же самое мужу нечего скрывать. И поэтому и вот эту область очень сильно враг атакует. И это нужно и молиться, чтобы была гармония, и очень стоять за эту область, чтобы была гармония. Стоять, чтобы было понимание, и чтобы вот этот подарок, который Бог дал, вы им наслаждались. Нужно делать всё, чтобы была гармония в этом. И есть разные опасности. Есть много лжи в этом. Это только вам нужно решать, потому что мужчина, он может верить в разного рода ложь. То же самое женщина. Здесь нужна помощь опытных, ну, кого-то опытных, кому вы доверяете. Вот, и поэтому каждый брак, он индивидуален. И вы знаете, вот верующих людей, у верующих людей в семье должна быть любовь. У мужа к жене, у жены к мужу должна быть любовь. И любовь, она никуда не исчезает. Вот когда женятся, муж и жена женятся, когда вступают в брак, когда пастырь благословляет, когда он призывает имя Божие, то он прежде всего просит любовь, чтобы они любили друг друга, чтобы они оставались верными друг другу. И в послании к Коринфянам написано, что любовь никогда не перестаёт. То есть она не исчезает. Понимаете, очень бы хотелось, чтобы вот это услышали. Если у вас охладели чувства к мужу, то нужно спросить Бога. Нужно спрашивать Бога. Или муж охладел к жене, что завалило нашу любовь. Просто в браке, особенно в современном мире, молодёжь очень заваливает всем. Во-первых, все физически работают, очень загружены, мало времени друг для друга. И просто от того, что люди стали так жить, что нам нужно то, нам нужно вот это, нам и вот это, и вот это, и то. Из-за этого просто люди, как загнанные лошади, как загнанные кони. И вот когда мы попали в карантин, мы попали в Киев, и мы сегодня вот с девочками вспоминали, мы довольствовались очень-очень малым. Закрылись все магазины. Мы не могли ничего купить. Ну, я имею в виду какие-то вот из предметов. Там у нас был один тупой нож. Ну, совсем мало чего было. Но ничего, мы не умерли, не нормально. И мы поняли, что мы заваливаем вообще, как бы мы стараемся жить проще. Вот сами, вот лично наша семья, да? Мы не ставим какие-то большие цели, что-то там заработать, большое купить. Но даже мы, бывает, заваливаемся чем-то, чем не нужно. И поэтому посмотрите, что заваливает вашу любовь, что заглушает ее. Возможно, вы чрезмерно заняты. Потому что если вы не остановитесь, если вы потеряете любовь, то можно потерять все. Можно потерять семью, можно потерять детей, можно потерять спасение, можно все-все потерять. И все потеряет смысл. Вот. И поэтому, конечно, любовь — это основа всего. И вот интим Бог дал нам, чтобы… Это как подарок, это как бенефит, это не как что-то плохое. Многие женщины думают, что вот у него только одно, но ему только это надо. Как будто это что-то плохое. Но на самом деле это не плотское. То есть это нормальное желание, это как подарок, который дал Бог, чтобы мы радовались, чтобы мы наслаждались, чтобы мы приносили друг другу радость. И, ну вот, например, вы же любите приготовить вкусную пищу, покушать. Вы тогда тот человек, кого вы кормите, ну там дети или муж, то эти люди, ну как бы, психологически располагаются. Поэтому не теряйте этот дар, не теряйте этот подарок, не смотрите на это, как на что-то негативное, и не смотрите на это, как на что-то греховное. И берегите любовь в вашем браке, потому что особенно сейчас, вот в период пандемии, когда людям пришлось закрыться, когда людям где-то не хватало финансов, ну, обнаружилось то, что люди не научились жить друг с другом, не научились наслаждаться друг с другом, общением друг с другом. Нам всем нужно беречь ту любовь, которую Бог дал, и пересмотреть, что завалила любовь. Не знаю, кто-то здесь есть у нас на связи или нет, ну, посмотрите потом в записи. И я думаю, что мы будем еще об этой теме говорить для разных категорий людей. Вот. Всем всего доброго. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok